Всем привет! Вы на канале Вкусные Истории и я Наталья Михайлова. Сегодня я буду печь осетинские пироги. Но они будут у меня все три с одной начинкой. Толченая картошка с сыром. Для начала я приготовлю тесто. Для теста мне понадобится вода теплая, мука, сухие дрожжи, соль и растительное масло. В первую очередь я буду готовить опару. В опару я насыпаю 2 чайные ложки дрожжей. Перемешиваю немножко, чтобы дрожжи ожили. Сыпаю чайную ложку сахара и уже от отмеренной муки я забираю 5 столовых ложек муки. Это в опару у меня уйдет. Перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и оставляю на столе. Опара у меня поднялась, дрожжи работают хорошо, значит можно замешивать тесто. Цыплю примерно третью часть чайной ложки соли, добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Это все, можно замешивать тесто. Все, тесто готово. Больше чем в рецепте муку не кладите, иначе тесто будет забитым. Оно должно слегка липнуть к рукам. Это дрожжевое тесто, оно потом еще поднимется и будет хорошее. Теперь в посуду, в которой у меня была мука, я масло растительное наливаю. Так вот ее полностью смазываю и кладу в нее тесто. Накрываю пищевой пленкой и даю тесту теперь подойти. Пока будет подходить тесто, я займусь начинкой. Начинкой я уже сказала, что у меня будет картошка с сыром. Сыр у меня осетинский. Начинку я беру из расчета. Взвешиваю тесто, здесь 900 грамм. Значит 900 грамм у меня должно быть начинки. Это пополам. 450 грамм сыра и 450 грамм будет картошки. Все, ставлю варить, а тесто пусть подходит. Все, картошку я отварила. Тесто у меня уже поднимается. Если нет осетинского сыра, то можно взять или сулугуни, и можно еще взять адыгейский сыр. Теперь я беру терку и пока картошка горячая, натираю сыр. Теперь я все вот это быстренько перемешиваю. Это получается очень вкусно. Начинка у меня готова. Соль я не добавляю, потому что сыр хорошо соленый, и начинка получилась вкусная, и соли хватает здесь. Все, тесто у меня готово. Теперь я его делю на три части по 300 грамм. Тесто у меня здесь 900 грамм, делю его по 300 грамм. И также начинки у меня здесь 900 грамм. Также я начинку буду делить по 300 грамм. Духовку я уже включила разогреваться. В моей духовке максимально это 250 градусов. Если у вас есть выше температура, ставьте выше. И начинаю готовить пироги. Тесто я скалкой не раскатываю, разминаю только руками. Вот так вот края немножко я приминаю потоньше, потому что я их буду собирать в кучку. Теперь я беру один шарик картошки и вот так вот укладываю его в середину. И теперь потихоньку, не спеша, начинаю защипывать. Вот так вот собирать, как будто бы в кулечек. Это нужно делать аккуратно, чтобы тесто нигде не растянулось и не порвалось. Оно должно быть везде одинаковым. Вот так вот хорошо, прям защипывая, прям тщательно. Теперь серединку вдавливаю. И вот так аккуратно начинаю разгонять картошку по всему пирогу. Чтобы начинка распределилась равномерно. Вот так вот диаметр моего пирога 30 сантиметров. И еще один момент. Мы выкладываем пирог на горячий противень, разогретый. Пирог выкладываю на раскаленный противень. Так вот подравниваю хорошо. В середине делаю дырочку, чтобы он у меня не вздулся. Все, я отправляю в духовку минут на 7. Смотрите по своей духовке. В моей духовке примерно пекутся такие пироги от 7 до 10 минут. Первый пирог готов. Противень убираю в духовку, чтобы он был сильно горячим. И пока займусь вторым тестом. Пока пирог горячий, я его смазываю. Прямо так вот беру кусочек сливочного масла и сверху смазываю хорошо. Вот такой первый пирог готов. Теперь буду делать еще два. Ну вот, пироги мои готовы. Вот такие они получились нежные. Посмотрите, какие они тоненькие, мягенькие и очень ароматные. Сейчас я покажу, как они выглядят в разрезе. Вот так вот пирог выглядит в разрезе. Посмотрите, какой он тоненький. Я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok